В старых кинофильмах иногда можно увидеть очень странный эффект. Телега или автомобиль едет вперед, а колеса при этом явно вращаются назад. Этот эффект называется стробоскопическим, что в переводе с греческого означает «возникающий при наблюдении за вращением». Почему кинофильмы должны быть старыми? Потому что для наблюдения такого эффекта желательно, чтобы колеса были со спицами, а у нынешних автомобилей спиц нет. Объясним, почему возникает стробоскопический эффект. Дело в том, что камера киноаппарата ведет съемку с определенной частотой, обычно 24 кадра в секунду. Наш глаз не способен различать такие быстрые мерцания, поэтому частую смену отдельных кадров на экране мы воспринимаем как непрерывное движение. Теперь представим себе диск, на котором нарисована одна радиальная полоса, так сказать, одна спица. Пусть этот диск делает 24 оборота в секунду. Тогда от кадра до кадра он будет делать ровно один оборот. Посмотрим, что получится, если вращение диска снять на кинокамеру. Первый кадр, прошла 24 доля секунды, второй кадр, еще один оборот, третий кадр, еще один полный оборот и так далее. На всех кадрах диск заснят в одном и том же положении, так что зрителю будет казаться, что диск не вращается, а стоит неподвижно. А что получится, если этот диск будет делать не 24, а 12 оборотов в секунду? Тогда от кадра до кадра диск будет делать половину оборота. На первом кадре спица вверх ждем пол оборота, на втором кадре спица вниз еще пол оборота, на третьем кадре спица вверх еще пол оборота, на четвертом вниз. А на экране эти кадры будут мелькать настолько быстро, что глаз увидит две неподвижных спицы в двух диаметрально противоположных положениях. Хорошо, а что если диск будет делать не 24, а 23 оборота в секунду? Первый кадр, чуть-чуть не дотянули до полного оборота, еще чуть-чуть не дотянули, еще чуть-чуть. На последовательных кадрах спица медленно поворачивается назад, и зрителю будет казаться, что диск делает один оборот в секунду, причем в обратную сторону. Стробоскоп — это устройство со вспышкой, которое может мигать заданной частотой. Если лампа мигает 20 раз в секунду, говорят, что частота ее мигания составляет 20 Гц. Сама вспышка очень короткая и яркая, и если включить стробоскоп в затемненном помещении, мы будем видеть последовательные мгновенные положения всех движущихся предметов. Это позволяет разложить движение на отдельные кадры, на дискотеке или в физической лаборатории. Сделаем снимок теннисного шарика, который прыгает по столу. Включим стробоскоп на частоте 50 Гц. Переведем фотоаппарат в ручной режим и поставим выдержку в одну секунду. А теперь выключим свет, нажмем на спуск фотоаппарата и тут же бросим шарик. И вот какая красота у нас получилась. На снимке мы видим несколько десятков последовательных положений шарика, разделенных интервалом в одну 50-ю долю секунды. Используя стробоскопический эффект, мы можем измерить частоту, с которой вращается вал электродвигателя. Для контроля мы присоединили к двигателю счетчик оборотов, тахометр. На общую ось двигателей тахометра прикреплен диск с красной полосой. Включим питание. С помощью тахометра мы заранее подобрали напряжение так, чтобы двигатель делал 25 оборотов в секунду. Что мы увидим, если стробоскоп тоже будет мигать с частотой 25 миганий в секунду? Подбираем частоту стробоскопа. Мы видим одну полосу. Вот только она не стоит на месте, а медленно смещается то в одну, то в другую сторону. Это означает, что двигатель вращается не совсем равномерно. А что мы увидим, если стробоскоп будет мигать с удвоенной частотой 50 герц? За промежуток между двумя миганиями диск поворачивается на полоборота, поэтому мы видим полосу в двух противоположных положениях. Установим утроенную частоту 75 герц. Полоса видна в трех положениях, разделенных углами по 120 градусов.